Приветствую вас! Вы знаете, вот, читая ваш вопрос, значит, хочется сказать, что у вас не страх ответственности, которые вы называете сами себе, понимаете, не страх ответственности у вас. У вас, скорее всего, ничто иное, как избегание. Вам не комфортно в состоянии, когда нужно нести ответственность. Вам действительно не комфортно, когда нужно брать на себя ответственность за, скажем, других людей. У вас есть довольно, знаете, такие строгие понятия, да, вот довольно строгие у вас понятия относительно того, каким должен быть взрослый человек, каким должен быть маленький человек, не взрослый и так далее. И вот это вот, конечно, тоже весьма-весьма печально, потому что, видите ли, взрослый человек – это для вас получается что-то одно, а в действительности – это, в общем-то, все люди, и в каждом из нас, в каждом из людей, ну, обязательно должен быть ребенок, обязательно должно быть что-то детское, и, в целом, в противном случае, если у нас все будут взрослыми, то детей мы вряд ли сможем научить чему-то адекватному своим. Значит, застрял в детстве психологическим. Отвечете вы? Ну, во-первых, здесь надо сказать, как это проявляется, да, то есть вы, вот, не привели абсолютно никакого доказательства того, что вы застряли в своем детстве. То есть вы, как бы, просто описываете, вот, какую-то ситуацию из своей жизни, это да, но вы не приводите примеров того, что вы застряли в детстве. То есть, ну, непонятно, на чем именно вы основываетесь в своем детстве. После смерти родителей не могу прийти в себя, не могу найти в себе силы нажать новую взрослую жизнь, где ты сам принимаешь решение. Ну, вы знаете, если вы говорите, что у вас есть уже своя семья, то, значит, вы, вы же как-то, вы же как-то принимали решение в своей семье, значит. Вы же как-то, вы же как-то, вы же как-то вышли замуж, значит, какие-то действия вами уже были совершены, ваши собственные. Далее хотелось бы определить, хотелось бы определить с вами, что вообще такое взрослая жизнь, вот, по-вашему, хотя бы. Что такое взрослая жизнь? Вы говорите, что это ответственность, ответственность за свои слова, ответственность за свои действия. Ну, хорошо, может быть, это и так. Давайте подумаем. Вы это знаете, но вы этого не делаете и это не выполняете, получается. Почему? Значит, что-то блокирует? Значит, вам что-то не дает, что-то мешает? Вот вы умели разбираться, что именно мешает вам реализовывать свое поведение такое вот независимое. Понимаете, одно дело, если вы умели это делать и теперь не делаете, и другое дело, если вы так себя вообще никогда не видели, и теперь вам внезапно нужно на себя брать какую-то ответственность. Это нельзя делать сразу, это нужно делать постепенно, это нужно постепенно принимать на себя ответственность. Постепенно, это не делается так, что вот вы сразу взяли и начали нести для себя ответственность. Постепенно, потеконечку нужно принимать решения, постепенно, потеконечку, начиная с небольших каких-то ситуаций, нужно руководствовать опять же своим выбором, своими ценностями, своими стремлениями, своими взглядами и так далее. То, что вы делаете, то, как вы вопрос ставите, это напоминает какую-то манию взрослой жизни, это так не работает. Взрослый человек отличается от маленького человека, ну от ребенка в принципе тем же, что он делает не только то, что хочет, но и то, что надо. И вот вопрос в том, делаете ли вы то, что надо или нет. И если нет, то, соответственно, почему тогда нет. Если вы не делаете того, что нужно, то почему, почему. Далее, я думаю, что вы не будете спорить с тем, что смерть ваших родителей для вас это очень серьезная травма. И я думаю, вы не будете спорить с тем, что вам тяжело пережить бардиру своих родителей. И после смерти близких людей человек очень часто находится в состоянии депрессии из-за чувства вины, которое имеет место быть, когда мы теряем своих близких. И здесь я полагаю, что нужно сперва по возможности убрать ваши чувства вины, если оно есть, сделать так, чтобы оно вам не мешало. И уже потом, после того, как его не будет, вот тогда уже и, соответственно, обдумать вопрос о том, как можно и что можно вам дальше делать. Только я думаю, что так, потому что по-другому вам будет сложно. Пока вы не отпустили родителей, пока вы не приняли их уход, вас всегда будет тянуть вот в эту вот сторону. Вас всегда будет, как бы, ну, перевесиваться воспоминания о них и так далее. Еще раз, не думайте, пожалуйста, что вы совершите какой-то резкий рывок в сторону взросления. Это, ну, так не бывает, что человек совершает резкий рывок в жизни. Ситуация происходит так, что человек постепенно, принимая какие-то решения, основываясь на своих ценностях, основываясь на своих взглядах. Значит, человек просто-напросто делает выбор. И вот вам то, что нужно, вам нужно сделать выбор. А выбор делается на основе чего? На основе ценностей. На основе ваших ценностей, ваших убеждений, ваших целей, ваших задач, ваших идеалов, в конце концов и так далее. Вот, в зависимости от того, какие у вас идеалы, и вы будете осуществлять, скажем так, свой выбор. Когда выбор осуществляется, после этого его необходимо отставить. Потому что людям, точнее, будет всегда тяжело принять ваше решение, особенно, если оно ориентируется исключительно на вас. То есть, если в этом решении нет других людей. Если вы, принимая решение какое-то, думайте только о себе. То есть, принимая решение, вам нужно уже быть готовым к тому, что другие люди его не примут, это решение. Они будут ему противиться. И противиться они будут не потому, что вы какая-то плохая, а противиться они ему будут потому, что люди всегда реагируют на поведение, отличное от их взгляда. И это, к сожалению, нормально. Это нормальная такая позиция. Вам нужно это только постараться принять. Чтобы вы адекватно реагировали на то, когда вам будут, ну вот, говорить, а что ты, а зачем ты, а почему и так далее. Это, мне кажется, то, что реально вам можно сделать это, то, что вы реально можете осуществить, да. Вот, то есть, при вас свои ценности обязательно постарайтесь определить, увидеть, вспомнить, сформировать. А дальше уже будете по существу разбираться. У самой семьи, ну, появился страх жизни после ухода родителей. Постоянная паника, сомнения в себе, в своих решениях, вообще в целом в том, что живу и зачем. Так, страх жизни после ухода родителей. Страх жизни. А что есть жизнь? Вообще. Вот так, если подумать. Немного отвлеченно. Что такое жизнь? Что такое жизнь и как эту жизнь нужно проживать? Ну, допустим, например. Как? Вот вы, например, сами как считаете, как жизнь нужно проживать? А как жили ваши родители? Кстати, а чего бы ваши родители хотели бы для вас, например? Вы об этом не думали? Чего бы они хотели для вас, ваши родители? Чего бы они для вас, например, желали бы? Чего бы они для вас хотели бы? Как вы относитесь к ним? То есть, это зависит от вашей веры, конечно же. То есть, если вы верующий человек, то, соответственно, вы, наверное, будете уважать их память и будете стараться сделать так, чтобы в любом случае они были довольны. Вашим, скажем так, поведением, вашим выбором жизненного пути и так далее. Вот. Но пока, пока получается так, что вы боитесь, боитесь и, в общем-то, боитесь почти зря и вообще вы тратите свое время впустую. И вот, исходя из этого, я полагаю, что родители, они ваши не были бы довольны вам. То есть, вот вы, вы подумайте как раз на эту тему еще. То есть, что бы хотели для вас ваши родители? Чего бы они хотели? Как бы они хотели, чтобы вы поступали? Как бы они хотели, чтобы вы действовали? Вот. Это, мне кажется, тоже довольно важный момент. И не торопитесь взрослеть, не торопитесь это делать, потому что это процесс длительный, это процесс постепенный, последовательный. И вполне может быть, что если вы, например, этого не делали никогда вообще, то вам вполне вероятно требуется помощь. Какая будет помощь психолога? Например, в том, чтобы вы хотя бы для себя определились, то ли вообще является вашим, ну, например, вашим взглядом. Что является вашими сенсами? Почему вы не уверены в себе? Что касается паники, то паника это страх. И если мы говорим о страхе, то я рекомендую здесь вам подумать вот в каком ключе, вот в каком контексте. Я думаю, что вы боитесь не ответственности, а того, что за этим следует. Вам нужно определить, непосредственно определить то, чего вы боитесь конкретно. То есть одно дело, если вы боитесь там просто ответственности, потому что опасаетесь, что не справитесь, например, с ней. И другое дело, что вы боитесь за ответственность, потому что, опять же, например, не чувствуете себя уверенно. Ну, в любом случае, в любом случае, с этим нужно разбираться, да, потому что, как бы, ну, нельзя же все время бояться. И за этим страхом что-то ставить. И учиться этому, естественно, ну, не через вашего мужа, потому что муж, он, ну, вряд ли будет вам в этом помогать, вряд ли он может вам в этом помочь, ну, хотя бы потому что он муж. Он не психотерапист. И я думаю, что самым максимальным для вас вариантом будет это выбор себе психолога, такого вот, может быть, наставника, коучера, коучера, вот, который бы поддерживал вас на этом пути. То есть, для начала, который просто, скажем так, дал бы вам возможность выговориться и регрессировать, потому что вы привыкли регрессировать, привыкли расслабляться, а сейчас вас лишили фактически этой возможности. И вот это то, что вам нужно делать в первую очередь, регрессировать, потому что регрессия сейчас у вас отсутствует. И необходимо учиться жить в условиях частичной регрессии, а это, опять же, это, ну, без поддержки сделать это очень сложно. Почти невозможно, почти невозможно без поддержки реализовать это дальше. Вот, поэтому я думаю, что сперва это проработка того, что вы потеряли своих родителей и отпускание их, потом определение ваших ценностей и взглядов, которые у вас, безусловно, есть. И после просто-напросто поддержка вас на уровне сопровождения. Мне представляется, это самым таким оптимальным способом решения ваших проблем. Заметьте, вы не задаете вопрос никакого, то есть просто посвящаете нас в свои проблемы и все. То есть, наверное, вы, ну, тоже понимаете как-то, что за один раз, за один вопрос такие проблемы не решаются. Вот, и все там постепенно, иногда опять спокойно разбирается с вами все, что вас беспокоит и уже с этим работать. Ну, я представляю себе это вполне справедливым и правильным решением. Вот, только мне нужно здесь гнать, терапиться и отземлять быстрого результата. Опять же, у вас есть муж, у вас есть супруг, который вас поддержит, который готов, я надеюсь, вас поддерживать, который готов вам помогать, который готов подставлять свое плечо, вот, и с его помощью и с помощью психолога вы сможете преодолеть в себе вот эту вот Вашу опасливость, ваш страх того, что вы принимаете ответственность. Но это невозможно все-таки без ваших ценностей. Так что, ценности идут на первом месте. Ну, нужно, чтобы ваши ценности были первыми, о чем вы подумаете. Чтобы делать выбор, нужно ориентировать и выйти из зоны комфорта. То есть, вот, вам нужно, опять же так вот, подумать, что заставляет вашу зону комфорта. По сути. Что заставляет вашу зону комфорта. И вот, постепенно, постепенно идёт эта зона комфорта и выходить. Как раз таки. Потому что, ну, по-другому, по-другому этого не сделать никак. Как бы вы, ну, как бы вы не хотели, как бы вы не желали, да. По-другому, ну, никак этого не сделать, к сожалению. Хоть нужно действовать именно так и никак иначе. Вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы или что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok